25 метров вместо 50 в Новосибирске действует новое постановление мэрии об изменении минимального расстояния от входа в учебные и медицинские учреждения до киосков и магазинов, торгующих спиртным. Общественники и крупные рестораторы бьют тревогу. Сегодня они обсудили плюсы и минусы решения чиновников. 50 или 25 метров, неважно, кто захочет купить алкоголь, пройдет и больше, уверены авторы постановления. Но если сократить минимальное допустимое расстояние от учебных заведений до киосков и продуктовых павильонов, где можно продавать спиртное, малый бизнес получит дополнительную прибыль. Однако, по словам новосибирских рестораторов, нововведение больно бьет по карману владельцев крупных точек общепита. Они работают на одном месте много лет. Вдалеке от школ, детских садов новые фирмы, что появляются рядом, фактически заставляют их сменить прописку. Сейчас возникла проблема в том числе несогласованности межведомственных действий. То есть министерства выдают лицензии, учебные, медицинские лицензии, несмотря на то, что рядом расположено заведение. Последний пример. Бизнес-центр на Красном проспекте. Недавно здесь закрылись сразу три ресторана. Лишились основной статьи дохода – продажи спиртного. В соседнем здании облпотребсоюза, оно буквально в нескольких метрах, появились курсы переподготовки трактористов. По документам это учебное заведение. Значит, ближе 25 метров от него не должно быть мест, где продают алкоголь. Специалисты уверены, в руках недобросовестных предпринимателей постановление мэрии – идеальное оружие в борьбе с конкурентами. Руководителей общественных организаций тревожит другое. Кто и как теперь будет мерить расстояние от школ до киосков и магазинов, торгующих спиртным? Раньше контролирующие органы зачастую смотрели на это сквозь пальцы и не любили ходить с линейкой. Мы получали, скажем, ответы, что администрация, Роспотребнадзор не предоставила расчет расстояния до объекта, который находится на территории школы. Поэтому Роспотребнадзор не может самостоятельно провести проверку. И предприятие продолжает прекрасно работать, продавать алкогольную продукцию. Крупные новосибирские рестораторы и руководители общественных организаций решили обратиться к городским властям, чтобы те внесли изменения в постановление о сокращении минимального расстояния от учебных заведений до точек, торгующих спиртным. Очень много вопросов собравшиеся хотели задать представителям муниципалитета. Их, кстати, приглашали на дискуссию, но чиновники не пришли. Анатолий Харитонов, Василий Тополев, Новости ОТС.